ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА В ИНТРИГУЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЩАЯ МУЗЫКА Новоля приезжали восстанавливаться в Швеции и в Дании и с ними работали вот-вот по этой технологии шотловых травм. И восстановление не вступает, потому что детские травмы, когда ребенок проходит в год свое развитие, и что-то происходит из травмирующего образа на определенные этапы развития, оно фиксируется. То есть ребенок в этом возрасте, он замирает и дальше не развивается. Вот на 20 минут я более-менее попробовала вам рассказать, как это, каких структур, как замирать, как это будет проявляться в жизненных патернах, как человек будет думать, как человек будет себя вести. А сейчас мы пойдем в практику. То есть когда ребенок развивается, он осваивает какие-то мышцы, в этот же момент он осваивает и психические функции. И это взаимосвязано. Технология заключается в чем? Что мы сейчас будем погружаться по всем этим структурам, сколько успеем, буквально на каждой структуре я вам дам по одному-два упражнения, которые вы сможете делать дома для балансировки этого. И когда человек проживал свой травмирующий опыт, у него прошла фиксация, там происходит постановка. А здесь нужно дать позитивный опыт, чтобы да, я могу, да, я вот сейчас это могу освоить. И технология заключается в том, что вы регрессируете, по сути дела, в то самое состояние детское, вы даете другую вербальную установку. И вот это вместе работает. То есть можно накачать определенные группы мышц, но в каком-то контексте, когда вам понадобится эта функция, например, в детско-родительских отношениях, в женско-мужских отношениях, в деньгах. Например, сегодня я вам покажу некоторые мышцы, которые отвечают за пропускать через себя большие объемы информации, денег там и так далее. Говорят, а что ты стыдно пропустите через себя денег? А внутренний объем, вот эта емкость, сколько я могу пропустить эмоций. Кто-то может пропустить одного клиента в день, а кто-то может стадионы собирать и говорить, он пропускает через себя. Здесь эти, это в определенных мышцах сидят. И когда мы активируем эти мышцы через дыхание, через упражнение, и даем новую вербальную установку, мы перепрошиваем этот сценарий. Перепрошиваем те паттерны, которые у нас написали с детства. Благослово, что смогла. Потому что на каждую структуру, вот я даю семинары, у нас три дня, то есть там большая любимая теория, какие-то функции у нее, и прям по часу под балом на стене. Только вот первое существование, не прошу прощения про почерк. Значит, первая структура существования, это право жить. То есть ребенок вот просто приходит, он собирает прям первые впечатления. А что я, что с этим миром? И я вам обещала, то есть там немножко поменялось, у меня два было должно быть семинара, вся информация немножечко не загрузилась про вот это семинар, про вот этот семинар. Прошло первое. Я вам обещала, как видеть это в теле. Здесь еще что важно. То есть когда ребенок начинает только осваивать функцию, и ему не дают соприкоснуться с этим, не дают ему освоить, он сдается, он слабый. И это выражается в тонусе мышц. А если уже на поздних сроках, например, структура существования, развивается от 6-го места беременности до 3-х месяцев жизни. И вот если, например, какая-то травма произошла в 1,5-2-3 месяца, он там в другом у тела работает. Например, в ранних структурах это будет немножечко такие отлетные, они больше проинтеррект. И в них это видно, вот сейчас я более-менее прокачана, пока я не буду просить вас брать на демонстрацию ваше тело, что-то структуру буду показывать на себе. Вот я в свое время была именно такой отлетный персонаж, у которого травма была именно в существовании. Посмотрите внимательно, сейчас чуть-чуть получше, но вообще есть. Голова очень сильно отделена от тела, она как будто чуть-чуть существует немножко, сейчас уже лучше, просто сейчас побольше прогружено в тело, небольшой опыт телески и так далее. Больше соединения. У тех, у кого позднее, они наоборот, и у них они уходят в мысли, они уходят в умствование. Вот им как раз трудно соединять свои эмоции, им очень трудно чувствовать свои эмоции. Они как будто отлетают. Почему? Ребенок там происходит какой-то стресс, представьте, он еще в животике у мамы. Что-то происходит, не обязательно с ребенком, мама испугалась машины проезжающей. Кто знает про вот эти три реакции вектильного мозга? Бежать, сдаваться, замереть. Там ребенок что может сделать? Он в запретном пространстве. И первое его, вот это отстраниться от того, что он сейчас переживает. И вот этот паттерн, он включается, вот этот отлет из тела, то есть он как бы уходит, и это в теле можно наблюдать. Вот такие люди как будто немножко, они такие как будто не здесь, они как будто не в теле. И это базовое, потому что все остальные, у них плюс-минус, будут наслаиваться вот на этом. А те, которые позже, он уже освоился, он уже понимает, что он криком может внимание мамы привлечь. Они уже настоивают на контакте, они уже пишут, что там уже, и эти люди, у них наоборот, у них другую сторону, они эмоционируют, никогда не обращает мадви. Приходит такой человек и заполняет все свое пространство, вообще все собой, он что-то говорит, очень часто бессвязно, то есть там логику проследить очень трудно, перескакивание с темы на тему, с темы на тему, то есть вот это разница. Если я уйду в теорию, мы будем только по теории, Скажите, вам по всем структурам сейчас быстренько приближаться? По мышцам. Хороший вопрос. Первая структура существования. Что там делает ребеночек? Первое. Он в этот момент может только вынимать головочку. То есть он либо лежит на маме и держит как-то голову, либо он лежит на животике. И вот первый. Еще одни пакетные, те же самые. И в этой же структуре будут задействованы ромболиты. Вот это. Что делает ребеночек? Это для очень-очень ранних, когда они еще в животике. Что он плавает? Он же плавает в амниотической жидкости. Он прикасается к маме. У него основной контакт, с чем он идет с маминой внутренним пространством, через вот эти мышцы. Вот ромбовидные и топчиковый рост. То есть он плавает, плавает, немножко оттолкнулся. Он просто в буль и поплыет. То есть он одно прикасается? Или сначала одно, потом больше хвоста, на большинстве. Либо больше полки. В чем там плавает? Так сколько ему там пространство вместе? То есть и те, и те. То есть он может и так, и так, может так, и так. Просто про то, что контакт с мамой происходит вот через эти мышцы. А позвоночник как вообще в этой ситуации? В двух слова, ребята. Тема в корне очень большая, да? То есть там по-разному бывает. Вот в этих мышцах, вот если вот сейчас чуть-чуть подставать, да, с кресла, вы погрузитесь вот в это состояние детское. Сейчас, внимание, одно правило безопасности. У себя на семинарах я специально готовлю сначала, чтобы они дошли до вот этой точки. И это очень важно, дойти до точки, где произошло это, и только потом дается. Чтобы было защищено. Вы сейчас когда будете активировать мышцы, в какой-то степени кто-то из вас может найти настолько глубоко, чтобы столкнулся с этим вот своим таким состоянием, и вы с этим можете встретиться. Что-то может подняться. Техника безопасности. Вы активируете мое внимание. Если что-то прям я вижу, что вам нужна помощь, я подойду и это. Но первое. Выходим из упражнения, ничего не делаем, продышались и попробовали еще раз. Вот это вот попробовали еще раз. Получить и с важным вниманием, что вот сейчас обратите внимание, что сейчас безопасно. Вспомнить, сколько мне сейчас лет. Там при этом вам сейчас нет. И сейчас никто не откладывает. Вот сейчас безопасно. Я вот эту запаску сделаю. Попробуйте еще раз. Первое суть пришла. Это вот первые вот эти мышцы. И чтобы активировать эту структуру, что первое упражнение, особенно очень важное, это вот мы смотрим на сторонам. Дополним все, что у вас цепляет взгляд. Очень медленно. Здесь важно проживать эти чувства. Все, что у вас на уровне глаз. И в этот момент вы осознаете, как бы вы говорите фразы в эти мышцы. Я здесь есть. Я буду здесь. Внимание, ножки ровно. Все, кто может, давайте прям здесь свечком. Потому что сейчас с ногами будет очень много друзей, очень много активности. Фразы мысленно можно? Фразы можно, первое время даже носить, можно вслух. Но главное, чтобы вы их проживали. Не просто даже, если вы говорите как словами через рот, а прям проживать. Вот прям поосознавайте, что вы, как духовное существо, вы сделали выбор, быть здесь, в этом теле. Конечно, по большей истории. Я здесь есть. Я буду здесь. Я выбираю. Если очень сильно кого-то укрывает, можно говорить еще такую. Я буду здесь. Я остаюсь здесь. Все хорошо себя чувствую? А мы говорим про мобильные мышцы? Какие мышцы? Вот эта тракетция. Вот смотрите, вот она. Опять же, чтобы пережить состояние мышцы. У кого есть детки? Маленькие. Отлично. Не важно, у меня старшему уже 25, я до сих пор с ним это делаю. Вот. Уже женат, уже все это самое. Но я как мама, я все равно даю эти послания туда. Кладем ручки вот сюда. Можно даже сейчас попробовать друг с другом это поделать. То есть, когда самим собой, либо вот таким образом, либо вот так. Достать рамболитные мышцы. По одной или двумя? Можно по одной, по двумя. То есть, вы даете тепло туда. Можно прям побреть ручки и дать тепло. Где? А ручки, это что-то на сих пор. Да. А вы даете, вот знаете, вот так вот они варитные. Вот лопатки. Вот край лопатки уходим. Угу. Вот так? Да, да, да. Вот, вот так можно. Но они чуть-чуть ниже, вот сюда вот эти вот подложки. Вот так вот давайте. Вот. То есть, если вы в парах работаете или с ребеночком, вы говорите, туда фразы такие, ты имеешь право быть. Я тебе рад. Вот это самое, помните первое впечатление? То есть, ребеночек же как? Он живот кладется, вот он на ручке. И он еще мир, и для него не распачковывается. Я, мама, мир. Это все еще пока едино. И первый импринт, он считывает, мне здесь рады или нет. Вот то, что я сюда пришел, это хорошо. Если он встречается, а у мамы, например, может быть плохое настроение. Она прям поворачивается с плохим настроением и смотрит на него. У него может считаться импринт, что мне здесь не рады. Со мной не окей, что-то со мной не так. И человек с этим внутренним ощущением живет, он, не знаю, даже корень вот этого состояния. Что со мной не так? Где он? Он ходит и ищет. Вы когда вот кладете ручки туда и говорите, я окей. Когда вы работаете в паре, можно ребеночку говорить, ты можешь быть тем, кем ты хочешь. А как мы говорили? Это родительские послания. Это разрешение, что мы тебе рады. Ну, первое, что он встречает, мы тебе рады. Как здорово, что ты сюда пришел. Мы вот, ну, видно в практиках, то есть, когда мы прямо встречаем ребенка в игровых, отыгрываем и через эти руки даем послание. Я тебе рад. Мы тебе рады. Так здорово, что ты пришел. Вот можно вот с этой позитивной форматацией. И когда вы немножко работаете вот на этих мышцах. Угу. Пошли на апоневроз. То есть, что детки делают? Посмотрите. То же самое, только немножко поглубже упражнение. Когда они чуть-чуть подшествуют, вниз походят. Конечно. Вот сейчас для такого упражнения, мы активируем вот эти вот мышцы. Апоневроз, да? Это функция заземления, чувствовать, что я стою на ногах. С пятки на носок переваливаемся. Очень-очень медленно, очень медленно переваливаем. В этот момент у нас еще ручки подключаются. Таким вот подкачиванием. И медленно, справа налево, слева направо, и начинаете смотреть по сторонам. Отслеживать, что все. Что я вот в этом мире. Вот сейчас я в таком, этом. Я здесь есть. Прямо походить, походить, походить. Прямо вот прям. Поисследуйте, как меняется ваше состояние. Что поднимать, что вы чувствуете. Кто-то, если хочет, может быть не в общем. Угу. Угу. Конечно. Я здесь есть. Я буду здесь. Если трудно дышать, я остаюсь. Ходим, ходим, ходим с пятки на ногу. Хорошо, «хорошо». Один из признаков травмы – это холодная нога. Один разоградок с телом, не в теле. Это ваша дочь пиловненько. Дочь пиловненько и с пяточками. Он все-таки очень важен. Вы понимаете, немножко у кого-то позитивная? Радость. Сейчас пойдем в установлю. Вам вообще будет очень жарко. И давайте еще одно. Это очень важное упражнение. Вопросы? Давайте вопросы. В конце с удовольствием на все отвечу. Очень важное упражнение. Я вам сейчас покажу. Попробуйте все. Мы уже как не будем убирать стулья. Встаем к стене. Очень важная эта функция – это границы. Границ бывает пять. Плыва – это есть интересные, эмоциональные, энергетические, сексуальные, территориальные. Вот эти все функции, все эти границы, они постепенно отстраиваются. Продержать социальные границы. Продержать энергетические границы. Держать физический вкус. Кто прерывает мой контакт? Одно из… держать именно границы существования потребностей. Упражнение такое. Ручки прямые. Держим стену. Не держим стену, опираемся на стену с ощущением, подождите пока не делаете, держитесь на стену, смотрите. Вот это мои границы. То есть я внутри сейчас. И вот я, я как я, как духовное существо, сейчас доблю вот на эти границы. И я прям их попробую, так напутаю. Как у меня, какие у меня границы. Угу. Как нередение в стене. В стене. Не воображаем. Нужен именно телесный, телесный контакт, что у вас вот такие они плотные. Вот какие они. Как? Кто себя чувствует? Все хорошо себя чувствуют? Мурашки пошли. Что? Мурашки пошли. Мурашки пошли. Как вы себя чувствуете, когда вы внутри? Чувства могут быть разные. Да. Очень. Внутри границ? Да. Да. Внутри своего тела. Представьте себе, что вы внутри своего тела, и вы как будете дышать. Дышим. 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 Здравствуйте. Сколько сейчас? Я могу. Я могу быть в своем теле, это безопасно. Сейчас хорошо. Лучше. Стол. Переду. Угу. Все хорошо себя чувствуют? Можно отойти немножко от стены. А какие еще паттеры? Я могу. Я могу быть сегодня сильней. Там очень много. Если мы сейчас пойдем в паттер на межличностном общении, то есть входить в контакт, входить в контакт, находить. хорошее. Ну, вот эта вот как раз, когда происходит очень сильный стресс, да, и вот тут вот происходит сваливать из тела, вот это упражнение очень хорошо вас начинает, вы начинаете осознавать, что на самом деле вы как духовно существовало живете в теле. и научили потихонечку соединять. Отошли. Вот вы думаете, можете это делать. Отошли, чуть-чуть продышались и еще раз в стены. Угу. У него начинало формироваться, где вот эти вот энергетические мои страницы, границы и так далее. Следующее, давайте тоже самое с границами, только вот эту. То есть вы касаетесь вот этими мышцами. То есть это вот эта, смотрите, только задняя часть. И эта же мышца будет сейчас участвовать в тестировании реальности. Сейчас очень интересное упражнение вам дам. Вот. Вы также давите этими мышцами на стену. Вы видите, это граница моего тела. И другой рукой. И отслеживайте, как меняется ваше состояние. Как меняется ваше ощущение, что вы в теле. Ножки ровно лучше. Ножки ровно лучше. Ножки ровно. Один из моментов. Смотрите за ногами. То есть как только у вас закончится вам сделать вот так, да? Отлёт. Постарайтесь быть в теле. Прям вот сейчас чувствуете все, что вы проживаете телесно. А почему у них тогда дышать? Если хочется вот так, возьмите вам какой-то данный желание. Вам же интересное ощущение. И смотрите в стену. Вот эта граница. Фокус на них. Фокус на них. Это граница моего тела. Помните один. Все хорошо себя чувствуют? Угу. 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 Вот эти мышцы. И те же самые, вот вообще, гордковые, крайняя часть наружная, это мышцы. Вот когда первые границы, да, то есть ребеночек начинает ощущать, что он будет, он понимает где он заканчивается, где я, где вот эти границы моего я. вот потихонечку сначала мама выпачковывается сначала мир выпачковывается и ай-мам это одинаково начинать на упачковываться и вот где мои границы где они заканчиваются вот этими мышцами мы тестируем реальность что это такое смотрите возьмите сейчас какую-то тему можете взять какую-то зловодневную тему на которой у вас есть какое-то мнение какую-то ощущение сволочь и поругались например с кем-то попробуйте сейчас уходить минутку и просто подумайте и поднимите весь этот материал что у вас поднимается относительно этой темы просто выходить и вспомните все свои эмоции все свои ощущения вы ходите и чувствуете что вы по этому помните чувствуете думаете переживаете можете вот прям очень вам рекомендую взять какую-то острую тему которая волнует прямо сейчас внимание смотрите что он делает фокус вашего внимания на вот этих вот большеверцовых мышцах вы немножечко корпус если наклоните вперед чуть-чуть они вас напрягаются прочувствовали ну и теперь еще выбрать выставляем платизму трудовых мышцах теперь начинаете с фокусом внимания то есть ваша фокус внимания на этих мышцах вы начинаете думать ту же тему сейчас может поменяться и не не выходите вы хотите вы хотите да только вы держите фокус на этой мышце желательно с открытыми глазами чуть-чуть-чуть чуть-чуть корпус берешь чтобы она у вас напрягалась вот так же ходите воду умываете поменяете да 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 это мышцы тестирование реальность то есть вы начинаете распознавать где вообще было вот это ваше мнение исходя из каких-то ваших внутренних хобби каких-то представлений и идей что действительно на самом деле есть это тестируется вот эти мышцы еще одно упражнение на эту же систему это вот это то есть мы сейчас походили подключали вот эти да мы что вы то же самое распознавать это мне сейчас информация с поля пришла или это вот мои идеи по поводу чего или и не знаете откуда это вот особенно практикующий то плюс-минус эзотерических темах психологических тем чтобы не выносить кто терапевт кто терапевт кто терапевт кто терапевт все остальные пользователи да а тогда терапевтические ну когда кто-то психологи чтобы свои какие-то идеи не навешивать человеком или вы когда у вас какая-то есть идея и вам нужно распознать это растягиваем вот эту мышцу я имею право на свою интуицию вот у меня нет вот смотрите вот вот за локоть она вот а мы сейчас их обе будем они же обе они параллельны то есть вот эти мышцы они у вас здесь то есть вот вы не можете там походить взяли походили потянули я имею право на свою интуицию я имею право различать где моя интуиция где реальность за локоть чуть-чуть растянули и опять подумали тему заново вот у вас два таких момента как вы можете тестировать реальность следующее потребности потребности в этот момент что ребенок делает он начинает что-то чувствовать то есть он что-то хочет он хочет попить он хочет поесть а мама либо угадывает либо нет и на первый вот когда сдавшийся у этих людей у них они как выглядят они знаете такие вечные вечные дым большие глаза да очень просящий рот у них иногда бывают даже вот такие вот у меня есть подруга которая 50 лет она вот со мной у меня такой характер она со мной всегда впадает вот в эту раму то есть что происходит это даже не обязательно то есть когда какая-то стрессовая ситуация происходит вы можете и нырнули в эту то есть так-то вы нырнули появляется когда есть какая-то экстремальная ситуация что-то неожиданное у меня тоже иногда бывает если я очень сильно устану я сижу в ресторане он говорит вот ко мне третий раз подходит ну что вы хотите я не думаю что я буду задолжить я ничего я не знаю что я хочу это ранее у них настолько разорван контакт со своими потребностями что они вообще не понимают чем хотите нет а у поздних которые точно уже настаивают но там происходит поломка вот я рассказывала как происходит у них его обманывают происходит подмена у ребенка надо накормить овощами все хорошо не к маме сейчас вопрос и так далее но она показывает нам мерковочку убирает как раз бог или не и у ребенка формируется или с другими или например когда он хотел спать а мама говорит нет сейчас это неудобно пошли гулять он сбивает чувство ритма то есть это все потребности это потребности в сне и отдыхе то есть у таких людей потом очень сложно выстроить ритм я с питанием работаю с гормонами и так далее очень трудно выстроить ритм потому что это еще сбито было бы все эти прицелы сбито еще были в детстве вот и у них есть вот если ранние они такие лично просящие то поздние они вечно недоверчивые движения будет равно обман у них видны всегда перекосы в теле вот я поздняя у меня симметрия лица сейчас я ровно посмотрю давайте помещала что на себе буду показывать вы можете на меня на лице наблюдать симметрию тела у меня эта структура была очень сильно просажена тело и лица это лица вот потребности легче всего видеть на лице у меня там есть еще один момент когда идет перескок из ранней в позднем давайте провал потребностям значит что там происходит напрягаем бусинатры вот эти вот эти щечные мышцы дай нет дай нет теперь сюда добавляем еще язык когда ребеночек что делает он хочет выплюнуть вот это вот не брать паттерн не хочу брать потому что не мое он тоже формируется здесь вот это взяли называемый дай дай как сейчас да такое здесь состояние вот особенно тех которые не могут сказать нет в отношениях не могут сказать нет вот тому что предлагается здесь еще очень важный момент мы сейчас походим на мизинце мизинцы И разгибатели мизинца, это как раз на ногах, это тоже те мышцы, которые отвечают за структуру потребностей. Если даже подблюдаете, детки в этот момент немножечко как косолаты. То есть они встают на мизинцы, чтобы больше, они как бы цепляются мизинцами за жизнь, и они вот так вот они встают. Никогда не встают. Ну сейчас вы в этом будете видеть, но вот так вот. Да, они вот так встают. То есть здесь большой палец, он относится к воле, они потом уже встают на волю. А вот в этом возрасте они начинают опираться на мизинцы, немножечко так вот так. И теперь вот, чтобы тоже включить, походите, подумайте что-нибудь вот так, а потом разгрузили на внутреннюю поверхность. Но уже с пониманием, то есть вы можете просто включать, но когда вы уже начинаете в другой контексте задавать, это вот оно. Мизинцы – это про потребность. Да, это мизинцы – про потребность. Там есть еще воля сексуальности, потому что безымянные относятся к любви и сексуальности структуре. И вот взаимодействие вот с этими двумя пальцами там, если разводятся или разводятся, тоже могут смотреть в этом. Да, 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 да. Ну вот это вот «хочу» или «не брать» – это обязательно вот эти упражнения. У меня на больших тренингах есть такое упражнение, вы можете его поделать дома. Но только ходите, сейчас еще, да, на окно, ну, включен автономию, будет очень весело. Берется большая тарелка, и в нее режутся маленькими кубиками, одинаковыми кубиками вся еда, которая есть. Печеньки, конфетки, овощи, мясо – одинакового размера. Завязываются глаза или, ну, на совесть, да, и с закрытыми глазами. Вы берете кусочек, нюхаете, хочу – не хочу взять в себя, не хочу – выкладываете. Следующее – это вот взять на язык. Патрон. Хочу разживать – не хочу разживать. Если на этом моменте вот идет вот это вот чувство, что «не хочу разживать» – выплюнули. Следующее – это вот это попробовать, разживать, проглотить. То есть вы можете с каждым кусочком дойти до какой-то определенности. Но даже если он туда упал уже, и мне уже что-то неприятно, прям не бойтесь, возьмите пакет и прям поворевайте. Вот этот вот паттерн – не брать то, что не мое, то, что мне не нравится, он в этом упражнении очень хорошо оттачивается. То есть понятно, да? Шесть этапов. Понюхали. На каком из этапов я хочу сказать либо да, либо нет. И это важно, и вы будете вот-вот все. Ну, я очень, наверное, работаю с пищевым поведением. На этом упражнении сыпятся все. Оказывается, что всякая любимая еда. Вот нам понюхали, взяли в рот, пососали, покрутили языком. Хочу как разживать, не хочу разживать, разживать. Разживать – проглотить. Проглотить – усвоить. Да? Здесь же. Очень любимая еда. Как как-то врача? Да, конечно. Первое. Что вы любите? Это обязательно на этом упражнении. В это упражнении «Любимая еда» идет. Еще один момент здесь же – проживать свои чувства. Это вот это упражнение. Особенно, если вы чувствуете, что на каких-то тренингах еще у нас где-то, да, начинает очень сильно сводиться в куловую мышцу, да, вот эти жевательные сильные напряжения. Это значит, что вы не можете в себя взять. Сейчас пойдем вот в этот внутренний объем, на упражнение на внутренний объем. И когда вот это «я не перевариваю эмоции», это вот тоже в этой структуре, да, переварить потребности, не взять себя и не переварить. Сейчас про автономию. Важное – это вот как раз то, что я вам обещала. Внутренний объем – это зубчатые мышцы. Они отчасти там включаются и автономия, и потребности. Что делает там ребеночек? Вот две. Там в одном идет упражнение, покажу отдельные особенности на эту и на эту. Ребеночка же лежит, и вот он тянется. Но на потребности он еще пока мир тянет к себе. И это зубчатые мышцы. Это вот эти вот. Упражнение такое. Мы прямо сейчас поделаем, и поделаем прямо в контексте. Тянемся. Тянемся, 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 тянемся. Взяли, ухватили. Вперед. Смотрим на это, что мы это взяли. Я. Мне это надо. Это мое. Сейчас прямо прыжок. Не бегите. Прямо желаете, чтобы вы это взяли. Это структура потребностей. Дотянуться. То есть напрягаем. Вот эти вот. Это до контакта. Это быть в контакте. Да? Сейчас поактивируем и мы позадаем контекст. Протянулись. Что-то там очень такое важное. И вот вы прямо схватили. Сейчас может где-то появляться радость, а у кого-то может быть негативные чувства. Сначала вперед. Там же ребеночек, вот он лежит. Да? Вот она у него эта ручка. Теперь ко мне. Вот она идет. То есть вот здесь 90 градусов важно выдержать. Разключаются эти мышцы. Мне это надо. Это мое. Попробуйте сейчас спросить, насколько вы с этим в контакте. Насколько вы себе это можете присвоить в процессе? На 100 процентов. Ну вот, если их брать за 100. Что именно? Ситуацию какую-то. А? Сейчас возьмем контекст. Сейчас вот поактивировали мышцы. А теперь возьмите контекст. Деньги. Возьмите ту сумму, которую я. Ну вот. Знаете, там она вот эту сумму, вот эту сумму, вот эту сумму. Такой, схватили, 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 схватили. Оп. Вперед. Мне это надо. Это мое. Прям в кулак. В кулак. В кулак. В кулак. Ты берешь это. Да, вот. Он же хватает. Там хватательный рефлекс у детей. Там же вы ничего не вытащите у них вдруг. Вот этот вот. Активируйте его. Потому что вот это вот. Да, это где-то что-то. Я не беру. Прям в кулак. Сильнее сжимайте. То, что вы хотите. Одной или двумя. Сначала одной. Можно двумя. Ну лучше всего одной. Сейчас раз. А теперь честно вот прям вот возьмите этот контекст. Смотрите, насколько я действительно могу это себе сейчас присвоить. Это будет просто правда. Насколько процентов? Удерживая вот здесь. Груди, груди. Прям прижимаем вот сюда. Здесь точка я. Я насколько сейчас могу это присвоить. Кто может определять это. Процент, полно или два. Да, да, это правда. А сейчас вы сделаете такой. А я могу на полноцентика, на процентик, сегодня побольше. Сколько процентов? Ну сколько? 30 и потихонечку тогда а я могу еще побольше сидим прям проживаем что я сейчас могу взять еще возьмите теперь другой контекст возьмите любовь и отношения поставьте туда те отношения которые там любовь которую вы хотите или еще что-то такое деньги заходи это мое мне это надо отследите на сколько процентов я сейчас вот это себе присвоить цифра может меняться в зависимости от контекста и начинаем опять еще а вот сегодня еще чуть-чуть могу на проценте к могу смотрите теперь что такое в потребностях ребеночек тянет мир к себе дайте дайте да особенно в ранее они вообще не насыщаем позднее невозможно ничего дать она все равно это объяснить все равно вот в автономии ребенок уже наелся от маны у него уже этот патрон в мир да вот я насиделся а вы теперь сейчас мы будем делать эти все эти упражнения что мы будем с вами делать вы теперь сейчас а давайте вот это предыдущие же упражнение только уже с акцентом на автономию то есть вы тянетесь дайте недели здесь но здесь же ребенок уже как у себя камеру притягиваю поэтому еще стали на носочки еще и потянулись к этому и нам схватили нужно желательно оставаться что я за землем да и теперь то же самое притягиваем мне это надо это моё радости больше потому что в автономии очень много энергии представьте такой вы увидел что-то такой интересненькой в такой тэгэгэгэгэгэх если чем мы делаем это упражнении на полу сейчас его покажу и вот ходить и сделай если захотите дома будете делать смотрите что делает что он делать нужен впредь начинает ползать стоит и скачивается раскачивается я даю такое упражнение они находят какие-то предметы, которые им нравятся, например, он раскидывает пополу, нравится, ждем, когда вот это вот захочу, вот этого импульса, захочу ползти, его нужно дождаться, вы его каждый раз начинаете тренировать, раскачались, таки, схватили, сели, начинаете с этим взаимодействовать, хорошо, вкусно, вот если хотите, можем сейчас проделать, поднимает очень много места, если хотите, ну давайте, найдите хотя бы один-два предмета, за которым вы попробуете, хорошо, их можно, их можно очень прям далеко, чтобы вы прям вот прям побегали по одним самым, чтобы уже торчить, я думаю, я их уже не могу, а втаму это 8 месяцев уже и до полутора лет, а втаму это 2,5 лет, те, кто делают, расскажут, внутри себя ждем, что будет, ааа, так интересненько, я очень, все, уже ничего не могу делать, все, схватили, 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 сидим, 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 классно, я достала, ну я достала, хорошо, насколько, да вы что, ааа, нет, но у вас еще 4, у нас есть в хранителе время, да, ну у вас, в хранителе будет, да, Входное представление о том вообще, как это работает. Хотя бы по двум, не бегом, но вы уже пофиг. Есть еще. Боря. Давайте, Боря. По одному, по два утверждения на Боря. На Боря нужно есть возможность. Боря – это сила. Когда нет конкурса, что делает ребенок? Начинает, начинает на стенды, на свежую. Я уже хочу поменять этот пример. И его останавливает. Если происходит позже, он, наоборот, гипертрофирует. Он вести как бы проломывает стены. Я тоже в свое время была позднее. Это просто второе имя бульдозер. Вот приятный был такой. Вот. Что вы делаете? Вот это упражнение, оно у ранних. Они будут очень сильно от него вставать, а поздних он будет разгружать. Смотрим, 90 градусов. Понимаете, что вот это моя сила. Встаем либо диван, либо катушки. Да? Что-то такое мягкое. Смотрим очень внимательно, медленно. Я наносил свои кула. Не вот это, не ковачение, да? Не в истерику уходим, а контакт со своей силой. Я могу. Пошли. Любовь и сексуальность. Сколько у вас храните времени? У вас еще на любовь целых три минуты. Сейчас, представьте себе, вы идете и светите таким фонарем. Давайте, прожектор. Вот у вас здесь прожектор. Все, что отходит от прожектора, вы не видите. Вы видите только то, что у вас идет вот отсюда. И вот вы с этим прожектором ходите. Внимательно отслеживая все свои ощущения в теле. Идете и светите вот отсюда, с ярким таким плотным светом. Вот сюда повернулись, сюда поворачивается прожектор. Повернулись в другую сторону, прожектор, сюда. Очень внимательно отслеживая, что было в теле. Очень прожектор, что у вас все. Вы же все достичь, или он не подозревает. Угу. Угу. Есть ощущение, как холодно. Время, я вам скажу. А теперь такой мягкий, мягкий, рассеянный свет. Знаете, когда вот лампочка с ума не горит? Вы вот так вот начинаете отсюда светить. Вот такой вот мелкий лампкий, мягкий, рассеянный свет. Вот дальше идем, вы светите вот этим рассеянным. Все, спасибо большое, да. Вот до сексуальности не добрались, к сожалению, но ничего. Все, спасибо вам большое. Это любая сексуальность, да, да. С ней все приятно. Спасибо вам большое.